Итак, в общем, начнем. Сейчас я хочу рассмотреть опцию анализа видимости на этом же проекте, на этой же ситуации. Что для этого нужно? Для этого нужно выделить ряд плоскостей, которые мы хотим проанализировать, и разместить расчетную сетку. Для начала я сейчас отключу те режимы отображения, которые сейчас здесь существуют, когда я уберу Davy Sun Path и уберу в этой закладке Model Context сетку, которую мы видим. Это, так скажем, рабочая плоскость, нау-контурский. Вот. Теперь переключусь в трехмерный вид. И выделю плоскости, которые я хочу проанализировать. Ну, допустим, я выделю для начала вот этот вот торец. Как это сделать? Значит, сейчас мне неудобно приблизиться и выделить его напрямую, но я знаю, что вот эта плоскость граничит с нужной мне, и я могу с помощью пробела просто переключиться на нее. Итак, она выделена. Далее нам нужно разместить расчетную сетку Display Analysis Grade. Здесь уже производился некоторый расчет. Я хочу подредактировать границы, границы этой расчетной сетки, но когда я это буду делать, результаты расчета слетят. Значит, Adjust Grid Extents, Memory Adjust Grid Extents. Да. Сбросить все, перехожу в план, и с помощью выделения вот этих трех контрольных точек, третий вот здесь, я редактирую границы сетки. Значит, выделяю сначала точку, потом вторым кликом двигаю границы. Выделяю, двигаю. Выделяю, вторым кликом двигаю сетку. Значит, я могу изменить здесь параметры по Z. Это если нам понадобится расчет в 3D. Кстати, вот раз мы его выполним. Значит, параметры сетки по оси Z, и я здесь могу это поменять. Убираю 10 ячеек. А здесь давайте сделаем поменьше 15, чтобы он быстрее считал. 15 на 15. Вот. Она стала реже, это будет менее точные результаты, но для начала хватит. Отжимаю эту кнопку Adjust Grid Extents в закладке Analysis Grid. И перехожу в план. Приблизили. Сейчас у меня в каждой ячейке сетки стоит значение 0,0. Экотект Analysis рассчитывает расстояние от плоскости до расчетной ячейки, до всех расчетных ячейок, и выдает, какая площадь, видимо, с каждой позиции расчетной сетки. Сейчас у меня выделенный вот этот тарелк. Я пытаюсь Protection Minimation, чтобы его площадь создала 53 квадратных метра. Соответственно, я бы буду использовать на некоторых количествах метрах, и будет раздражаться на точные выручки расчета. Сейчас у меня здесь я отсажен сеткой, Все, что мне нужно сделать, это нажать Calculate, Spatial Visibility Analysis, и поехали. Значит, выбранные объекты, видимость выбранных объектов. Этот параметр мне нужен, у меня все выбрано. Предложить, оптимизировать расстояние. Здесь у меня все уже есть. И давайте попробуем Full 3D Grid Analysis. То есть он сейчас посчитает по всем ячейкам этой сетки. Ок. Света занимает какое-то время. Он просчитывает все уровни, поднимая сетку каждый раз на высоту ячейки. И потом мы сможем это визуализировать в двух вариантах. Переключаясь в закладку Visualize, и там он нам может показать полностью трехмерное тело, так скажем, видимости. Или в режиме 3D редактора, просто двигая ползунок высоты сетки, положения сетки, посмотреть, что у нас значение на какой высоте оказывается. Вот у меня уже все просчиталось. И теперь подредактируем отображение сетки. Значит, я поставлю ShowCountryLines. Он их таким образом пропалирует. И по ShowNodeValues, можно убрать, тогда не будет никаких значений. Но мне нужно показать только пиковые значения, то есть минимальные и максимальные. Вот они здесь уже есть. Итак, давайте переключимся сейчас в закладку Visualize. Но перед этим зайдем в All Metrics. Отображение трехмерных результатов. Выберем Slices. Он покажет нам по секущим плоскостям результаты. Нажмем ОК. Итак, вот мы видим результат. Значит, здесь результат достаточно простой. То есть его можно как понять, что вот та область, которая желтая, в ней вот этот торец обладает оптимальной, так скажем, видимостью. То есть там видна почти вся площадь. Почти вся. Но здесь, правда, максимум, по-моему, 40 метров. То есть это процентов 75 от общей площади. Но все равно. Если мы переключимся в 3D Editor, то мы сможем подвигать расчетную сетку, опуститься на, вот, допустим, уровень... Сейчас посмотрим на боковом виде. Ага, мы находимся достаточно высоко. Значит, можем подвинуть на уровень примерно человека. и посмотреть, что у нас тут происходит. Так, значит, view. И здесь выбираю Zoom to Objects. Так, здесь искажается перспектива, не пугаемся. Это вот тоже полезно посмотреть, как глючит, так скажем, экотект. Ага, вот. Значит, что мы видим? Мы видим то, что вот в этом районе плоскость, видимо, почти, ну, процентов там на 80. С этих сторон, соответственно, в этой области плоскость видна, вот эта плоскость фасадная видна всего лишь, там, процентов на... Давайте уберем вот эту галочку. Ну, допустим, 19 метров. Если я не ошибаюсь, тут 7 метров. То есть, это какие-то все проценты от ее общей площади. То есть, она, видимо, не целиком. Соответственно, так, значит, приблизим с помощью лупы результат. И что, как бы, мы можем наблюдать еще раз в этом плане? То, что чем ближе подходим мы к этой фасадной плоскости, тем меньше мы ее видим. Оптимальное значение находится на нормале к плоскости, и когда угол человеческого зрения почти так же совпадает с нормалью к этой плоскости. То есть, мы видим ее, грубо говоря, фронтально. Чем ближе мы к ней подходим, тем угол, тем сильнее нам приходится задирать голову, и тем меньше ее видим. Меньше процентов. Вот как-то так. Здесь еще есть ряд параметров, которые отображают проценты видимости. Но основной, наверное, параметр для анализа — это вот количество площади, которую мы видим. Соответственно, экотект визуализирует достаточно такую комплексную ситуацию, особенно если мы представим у нас несколько плоскостей. Когда несколько плоскостей, ни одна плоскость, мы можем сразу оценить оптимальные, допустим, положения для потоков, людских потоков, где наш фасад будет лучше всего заметен. На нем можно там располагать какие-то информационные панели, и вообще он будет коммуницировать наиболее эффективно с окружением. Вот как-то так. Значит, результаты можно экспортировать в ESCII файл. Это текстовый файл. Здесь его определенным образом назвать. Допустим, поменять геометрию здания. И потом загрузить таким образом через тот же самый формат. И если мы не изменяли значение сетки, параметры сетки, то мы сможем сравнивать эти варианты. Таким образом, экотект в этом смысле достаточно хорошо справляется. И визуализирует комплексную ситуацию по видимости. Особенность, если мы работаем с трехмером, с рельефом, с большой площадью и так далее. Экспорт картинки можно совершить, осуществить через Export Image Screenshot. И здесь выбрать, допустим, JPEG. И когда нажимаем Save, соответственно, вид сохраняется. Вот как-то так. Наверное, все. И так далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...